А мы продолжаем исследовать важный вопрос. Откуда в Ингерманландии такая любовь к Ирландии? В прошлый раз мы о многом поговорили и про средние века, и про новое время, и про то, как в 19 веке развернулась с одной стороны парламентская, а с другой стороны террористическая борьба за независимость, ну или по крайней мере автономию, зеленого изумрудного острова, свободы и свободных людей, а также пива Гиннесса и Дня Святого Патрика. И постепенно мы перешли в настоящий железный век, в век 20-й, в век мировых войн. И сегодня мы об этом поговорим в стенах гостеприимного, уникального в своем роде Папа-музея Майкл Коллинз, который сделали два прекрасных парня, Игорь Демидов и Евгений Рене, по инициативе которых мы за эти ролики и взялись. С вами Клим Жуков, заходите, не пропускайте. Поехали! Еще в 1905 году в Ирландии была создана крайне левая националистическая партия Шинфейн, которая переводится на русский язык, как мы сами. Ну, понятно, мы, ирландцы, сами, что сами? Да, вообще, все сами. И поначалу незаметное на фоне ирландского республиканского братства и прочих прекрасных парней партия начинает свою деятельность все более и более бурно. Эта бурная деятельность развернется на фоне, прямо скажем, пугающих и страшных событий. Потому что 1914 год, пуля из пистолета бельгийского производства Фабрик Националь прострелит шею австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, прервет его жизнь, став спусковым крючком для начала Первой мировой войны. Конечно, одним из главных участников этой войны была Великобритания. И, конечно же, очень неплохо было бы получить солдат в том числе и из Ирландии. Однако у ирландцев по этому поводу были строго свои воззрения. Во-первых, образовывается партия ирландских добровольцев или просто волонтеров. Эти самые волонтеры, будучи активными гражданами, как правило, призывного возраста, очень сильно не хотели быть волонтерами. Понятно, волонтерами британской армии, которая сражается на континенте за интересы, которые, строго говоря, ирландцы были чужды. А то, между прочим, напрямую враждебны. Поэтому ирландские добровольцы прямо в 2014 году сказали, а мы воевать, знаете, не пойдем. Но в учет встанем, а воевать шиш с маслом, как было сказано в одном замечательном фильме. При этом ирландские добровольцы вступили во временный союз с ирландской парламентской партией во главе с Джоном Редмондом. И вот Джон Редмонд предложил, знаете что? Все-таки на фронт Второй мировой войны нужно кого-то поставить. Хотя бы 12 тысяч человек. Вот у нас есть 20 тысяч штыков. Вот 12 тысяч, давайте пошлем помогать англичанам. Но Эйн Макнил, глава ирландских добровольцев, вдруг выступил резко против. И вот одни борцы за независимость автономии Ирландии, и другие борцы за независимость автономии Ирландии поссорились. Сцепились друг с другом. И если ирландская парламентская партия в общем была готова англичан поддержать, то Эйн Макнил и ее боевое крыло, самые активные парни, а именно ирландская гражданская армия, вместе с лидером Джеймсом Коннелли, отказались участвовать в войне, объявив нейтралитет. Ну а британцы сделали самую тупую штуку, которую можно было сделать в этот момент. Пошли в резкие контры с мнением ирландцев и объявили закон о всеобщей воинской повинности. То есть не какие-то 12 тысяч добровольцев, которые готовы были бы сами поехать на фронт, а просто все молодые парни в Ирландии оказались под воинской повинностью. Ну и конечно, ничем хорошим это закончиться не могло, потому что в 1916 году ирландское республиканское братство в лице описанных партий и волонтеров, то есть ирландских добровольцев, и ирландской гражданской армии начинает готовить прямое восстание. Немцы должны были поставить для волонтеров оружие, пулеметы, винтовки, боеприпасы. Ну а с кем же еще бы стали договариваться ирландцы? Конечно, с врагами англичан, потому что есть старый древний принцип. Враг моего врага – мой друг. Таким образом, англичане едва не получили у себя в тылу просто прямое про германское гнездо. Почему едва? Сейчас мы скажем. Потому что судно, которое отрагалось из Германии в Ирландию, было перехвачено британским ковалевским флотом, и его капитан утопил, чтобы оружие досталось в трофеи англичанам. То есть ирландцы военной помощи, таким образом, даже в виде снаряжения из Германии, не смогли получить в данный момент. Узнав об этом, Эйн Макнил поступил, прямо скажем, неумно. Он отдал прямой приказ, прекращающий восстание. Но он не был единственным хозяином этого движения, и поэтому часть парней сказала «нет, восстание все-таки будет». И в 1916 году, в ближайший понедельник после Пасхи, ну понятно, кто же будет на Пасху-то устраивать безобразие, в Дублине начинается знаменитое пасхальное восстание – «Easter Rising». В центре Дублина начинаются уличные бои. Вместо того, чтобы на улице вышло как минимум 12 тысяч вооруженных парней, вышло их всего 2 тысячи, и они избрали самую глупую тактику, которую можно было избрать. А именно, произрядно постреляв, они заняли в центре Дублина ирландский почтовый департамент в серьезное капитальное здание и принялись там сидеть, непонятно, чего бы ожидая. Ну что тут можно было насидеть, прямо скажем? Ну насидеть там можно было ровно того, что англичане спохватятся и поставят против них, во-первых, серьезный полицейско-военный контингент и артиллерию. Что и случилось. Кстати, помимо артиллерии было много чего интересного. Например, в начале восстания, когда англичане еще не сообразили, что происходит, у них вообще не было бронемашин. А потом они были, но их категорически не хватало. И тогда к англичанам обратились известные борцы за независимость Ирландии. И вот то, что сейчас считается прям настоящим духом Ирландии, а именно сотрудники пивоваренной компании Гиннес, которые сказали, парни, а смотрите, что у нас есть. А что у них было? А у них были стальные цистерны-пивовозы, кабины которых зашили металлическими листами, а в самих цистернах, кстати говоря, изрядной толщины провернули больницы, куда завязли английские солдаты и раскатывали по улицам Дубрина, расстреливая из этих дизельпанковских броневиков всех недовольных. Кстати, надо ли говорить, что основными пострадавшими во время пасхального восстания были вовсе не повстанцы, потому что у них было оружие, а мирные жители, которых перестреляли по самым скромным оценкам, 500 человек буквально за пару дней. Тем не менее, восстание было подавлено, потому что на портах департамента поставили пушки и эту самую почту к чертовой матери расстреляли. Повстанцы вынуждены были выкинуть белый флаг. Одним из них был молодой Майкл Коринс, именем которого назван известный и уникальный в своем роде Пап-музей, и о нем мы вообще-то отдельно поговорим и записываем целый ролик, посвященный ему. Вот он был тот самый человек, который находился внутри почтового департамента и отстреливался из Маузера от наступающих англичан. Кстати, ему здорово повезло, потому что остальных мужиков восстания арестовали, судили и расстреляли. Выживших было, прямо скажем, очень немного. Во-первых, Майкл Коринс, а во-вторых, еще один очень интересный человек по имени Иммон де Валера. Этот парень родился в Америке, и он был сыном католички ирландки, которая прислуживала в одном знатном доме, и испанского художника, который в этом самом знатном доме рисовал на заказ всякие хорошие картины. И вот этот американский ирландо-испанец оказался одним из выживших во время суда и казни восставших. Почему-то потому, что в тот момент все еще был американским гражданином, а убивать американского гражданина вроде как было не комильфо. И вот Иммон де Валера после восстания решил заняться совсем другой борьбой, а именно он вступил в партию Шинфейн и постепенно стал одним из виднейших ее членов. Дело в том, что мы же помним, что вообще-то католическая эмансипация уже давным-давно наступила, и ирландцы имеют право избираться в английский парламент. Для Ирландии была выделена квота 105 мест. Ну и Шинфейн очень скоро после окончания Первой мировой войны получит всего лишь 73 места из 105, то есть стало понятно, за кого Ирландия. У Шинфейна были вполне конкретные требования. Вот то самое мы сами, то есть Ирландия должна быть автономной. Кстати, ровно примерно об этом говорил и Майкл Коллинз. А Майкл Коллинз не просто говорил, Майкл Коллинз и его друзья по боевому крылу Ирландско-республиканской братья Ирландского республиканского братства активно действовали. Именно они создали в конце концов отряд добровольцев Ирландской республики. 10 тысяч человек вооруженных, многие из которых прошли огонь Первой мировой войны, и в 1919 году они были преобразованы в Ирландскую республиканскую армию. Аббревиатуру Ира знают, наверное, все. Появились они именно тогда. И в 1919 году начинаются активные боевые действия против ирландских войск и полиции. Майкл Коллинз излег уроки из пасхального восстания. Сидеть на месте было смерти подобно, потому что будь вас 10 тысяч, будь вас 20 тысяч, вы никогда не сравните с регулярными войсками Британской империи. Они всегда будут сильнее, поэтому вступать с ними в прямое столкновение и тем более использовать тактику сидячей мишени в ожидании того, что кровавая жертва ирландских патриотов возбудит наконец на всеобщее противостояние ирландских народ запредельно глупо. И именно тогда ирландская республиканская армия переходит к тактике партизанских действий и террора. Убиваются полицейские, убиваются чиновники, совершаются нападения на блокпосты, после чего следует немедленное растворение партизан в гуще местного населения. Их прямо скажем бывало или трудно или невозможно, потому что местное население горячо этих партизан поддерживало. Кто еще в Ирландии не любил англичан, помимо членов ирландской республиканской армии. Все англичан не любили. Все. Причем в данном случае все, это совсем все, включая ирландских протестантов, бывших английских и шотландских колонистов. Они там работали, они работали своими руками, проливая тонны пота. И самые тонны пота довольно быстро трансформировались во что-то, в прибавочную стоимость, из которой формировались миллиарды английских капиталистов. Кстати, этим же парням, в конце концов, многим из них пришлось пойти во Францию, стрелять по немцам, таким же работягам, вообще непонятно за что, за то, чтобы еще кто-то стал еще богаче. И вот они слились в едином экстазе в нелюбви к англичанам и поддерживали партизан Майкла Холлинса. До 1921 года продолжалась настоящая кровавая баня. Взрывы, убийства, нападения с холодным оружием, опять взрывы, снова убийства. Ну и в конце концов, в декабре 1921 года Англия должна была пойти на какие-то действия, чтобы прекратить весь этот бардак. И в декабре же 1921 года подписывается мирный договор между Великобританией и Ирландией. И одним из главных проводников этого мирного договора является вот тот самый ужасный террорист, за голову которого Англия назначила небывалый по тем временам приз в 10 тысяч фунтов, в 20-е годы 10 тысяч фунтов. Это я даже не знаю, как сейчас на деньги-то на современные перевести. Очень много. И вот Майкл Коллинс начинает выступать за мир. Причем не на правах полной независимости Ирландии, за которую вообще-то он, казалось бы, боролся, а на правах Доминьона. То есть независимого государства в рамках британского содружества. Ну, примерно как сейчас Канада, Новая Зеландия или Австралия. И вот этого ему вдруг не просил кто? Парламентарий Иммон де Валера. Ирландская республиканская армия раскалывается на двое. За тех, кто выступает, за независимую Ирландию и за тех самых унионистов, которые согласны выступить на правах Доминьона. Причем Майкл Коллинс, несмотря, кстати говоря, на очень юный возраст, ему было всего 30 лет, потом 31 год, 31 год погиб, говорил очень разумно, что это всего лишь шаг на пути к независимости. Мы делаемся достаточно независимыми, чтобы стать независимыми. Вот примерно такая цитата произошла из его уст. Хорошие, кстати, слова. И в Ирландии начинается гражданская война независимцев против сторонников Доминьона, в ходе которой Майкл Коллинс погиб. Кстати, когда вот этот паб строили, строили его во многом ирландцы, здесь завелась здоровенная крыса, которую ирландцы называли запросто Валера. Имея в виду того самого Иммана де Валера, ярко символизируя отношение части современных шотландцев к этому деятелю ирландской политики. Сам Иммана де Валера, наверное, оказался одним из самых заслуженных и пожилых деятелей вообще ирландской политической истории, потому что он явился третьим президентом Ирландии и прожил до 1973 года, а родился в 1882-м. Представляете, сколько ему было лет и сколько лет он провел в политике. Скоро произошла другая мировая война, вторая. И вот тут Иммана де Валера с одной стороны выступил сторонником полнейшего нейтралитета, и Ирландия была одной из немногих стран, которая не приняла прямого участия во Второй мировой войне, от этого, прямо скажем, очень слабо пострадала, хотя, конечно, экономические последствия были самые неприятные. При этом внутри Ирландии подавлялись любые крайне правые и профашистские движения подавлялись, в том числе и военные силы. Это было очень круто. При этом Иммана де Валера вдруг сообразила, знаете, а Гитлер, он же лупит англичан. Ну, а так как он лупит англичан, так это же нам на пользу. И когда в 1945 году Годольф Лаизыч закончил свои дни с ампулой цадистого калия в глотке, Иммана де Валера внезапно прилетел в Германию выразить соболезнования германскому народу по поводу утраты такого ценного политика. Что чуть не гонилось для Ирландии очень плохо, а именно серьезными экономическими санкциями. Конкретно американцы по-моему, года три потом в Ирландии не слали никаких кредитов, а де Валерия приходилось оправдываться. Ну, знаете, мы тут далеко, новость заходит медленно, немного ошиблись. Вот такая неприятная история. Но время-то показало одну удивительную вещь, что бывший радикал, террорист, кровавый, по мнению англичан, убийца Майкл Коллинз был прав, потому что в 1949 Ирландия строго парламентским методом объявляет о выходе из английского британского сотрудничества и становится независимой. Правда, не вся. Почему? Потому что в этом самом договоре о Доминьянате было признано право одной такой небольшой территории под названием Ольстер, где проживало очень много протестантов из Англии и Шотландии. Подписать договор о выходе или не подписать договор о выходе. И вот именно там, в промышленных областях, где было максимально сильное движение за нахождение в составе королевства, там, где действовали вот те самые оранжистые, сначала оранжевые парни, потом оранжевые ордены, оранжевые лиги, вот именно там было развернуто движение за присоединение к королевству. И Северная Ирландия стала частью Великой Британии, каково ее остается по сей день. Иногда ее просто называют Ольстер. Это не совсем правильно, потому что Ольстер это очень большое графство, состоящее из девяти провинций. Только шесть из них, кстати, самые промышленно развитые, остались в составе британского Содружества. Но там же, как мы понимаем, проживали далеко не одни англичане или потомки англичан, далеко не одни шотландцы и потомки шотландцев, далеко не только ирландские промышленники, которым, прямо скажем, под англичанами жилось очень сильно неплохо, но и масса простых ирландцев, а также масса простых шотландцев или их потомков, которые вынуждены были трудиться на верфях, фабриках и так далее. И вот Интер присоединение к Англии очень сильно не понравилось. А ирландская республиканская армия, ну куда бы она пропала, никуда она не пропала. И лозунг-то был ровно один. Кстати говоря, записанный еще в уставе партии Шенфейн остров должен быть единый. Из 50-х годов начинается борьба за присоединение Северной Ирландии к независимой Ирландской республике. Кстати, она называется сейчас просто Эрин, то есть Ирландия. Когда мы говорим независимая Ирландская республика, это так, для понимания, что есть южная часть Ирландии независимая и северная принадлежащая Англии. И вот там начинается новый виток тяжелейшей террористической борьбы, где, прямо скажем, было очень много грязи и со стороны англичан, и со стороны Ирландской республика Англии, потому что теракты перекинулись и на Британские острова, погибла масса гражданских, которые были вообще ни при чем. Но это совсем другая история, о которой мы поговорим в следующий раз. Где поговорим? Да все здесь же, мы никуда не уходим, из гостеприимных стен Паба-музея Майкл Коррин, что в Москве на Цветном Булеваре 21. Заходите и не пропускайте ролики. С вами был Клим Жуков. Продолжение следует...